В Салаватской епархии продолжается восстановление покрова Янацкого мужского монастыря. На днях епископ Салаватский Кумертауский Николай совершил в святой обители освящение храма в честь равноапостольного великого князя Владимира. Село Дедово в Башкортостане с каждым годом посещают все больше паломников из разных уголков нашей страны. Здесь с конца 90-х годов возрождают монастырь постройки 19-го столетия. После освящения храма владыка Николай возглавил коррестный ход вокруг князь Владимирского храма. Обновление празднующего чеснага храма равноапостольного великого князя Владимира. Затем состоялась божественная литургия, за которой на заупокойной Ексении были вознесены молитвы о погибших на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе и в автомобильной катастрофе в Самаре. Напомним, шесть человек погибли и двое пострадали в результате пожара на заводе Башнефти, а в Самарской области дорожно-транспортное происшествие внесло в жизни пяти человек. После совместной молитвы к собравшимся обратился архипастер. Пусть Божие благословения, покров царицы небесной молитвы святых новоучеников и исповедников Уфимских, а также равноапостольного великого князя Владимира и преподобной старицы Зосимы Игоря Енацкой пребывают со всеми нами. Святая преподобная Зосима Игоря Енацкая приняла пострика, затем великую схему в этом монастыре. В двух километрах от святой обители она ископала источник, от которого болящие стали получать исцеление. Прожила схимонахиня Зосима Игоря Енацкая 115 лет. Ныне она причислена к лику святых. Ее честные мощи находятся в покрову Игоря Енацком в мужском монастыре. Субтитры создавал DimaTorzok